Врачи помочь не могут. Итак, послушайте меня внимательно. Есть всего три типа энергии, времени, которые заставляют человека страдать. И есть только один способ избавиться от этих энергий. Этот способ называется аскеза. И есть разные виды аскез, побеждающие судьбу. И я вам сейчас буду об этом рассказывать. Есть только один тип энергии, который побеждает время. Эта энергия называется энергия Бога. Сияние Бога или энергия Бога побеждает судьбу. И у энергии Бога есть три типа этой энергии. Первый тип энергии Бога или сияние Бога называется природа. Природа. Когда человек любит природу, он получает эту энергию Бога, побеждающую судьбу, и у него в результате улучшается здоровье. Запомните, здоровье улучшается только в результате влияния природы. Если ты приехал в лес, допустим, на природу, но там в лесу ты постоянно думаешь о шашлыках, о волейболе, или еще о чем-то там попил, поел, поиграл и умотал, то контакт с энергией природы минимальный. Потому что в это время ты не любишь природу, а продолжаешь оставаться в своей скорлупе. Для того, чтобы получить эту энергию природы и победить болезнь, человек должен любить природу и совершать аскезу на природе. Вот, допустим, три типа аскеза, которые побеждают судьбу. Первый называется пост, второй тип аскеза называется неподвижное положение тела, и третий тип аскеза называется длительное непрерывное движение. Если человек начинает делать эти три вещи, одно из трех этих вещей, с любовью к природе, то тогда в это время он побеждает судьбу со своим здоровьем. Вы спросите меня, а что теперь не надо вообще никак лечиться, только надо поститься, бегать или не двигаться? В принципе, да. Вот если вы, допустим, с природой контактируете достаточно, то если вы это делаете достаточно сильно, больше для здоровья ничего делать не надо. В принципе, просто вопрос времени вот этих вот действий, которые вы совершаете. А время там немало надо тратить. Но в целом, поймите, что я сейчас говорю даже не о лечении, а о том, чтобы лечение подействовало. Потому что, допустим, если у вас болит сердце, то вы можете пить таблетки, и вам не поможет. Хотя таблетки должны помочь с этой болезнью. Причина заключается в том, что у вас не хватает энергии для лечения сердца. И вот эта энергия, она берется только от природы, для лечения тела. Потому что наше тело, оно в принципе не предназначено для болезней вообще. Там все может работать само по себе просто прекрасно. И причина, почему там все работает плохо, потому что по своей судьбе мы заслужили то, что какие-то нарушения функций должны быть. И туда мы должны больше энергии природы вложить. Потому что наше тело питается для того, чтобы нормально работать, только энергией природы. Наше тело заряжается только природой. Оно не заряжается телевизором, компьютером, асфальтом. Оно заряжается только природой. И что это за заряд такой происходит? Вот смотрите, я вам просто намеки даю. Хотя именно вот из энергии природы соткано все наше здоровье. Понимаете, солнце дает человеку бодрость, хорошее пищеварение, усвоение веществ. Оно дает человеку хороший обмен веществ. Оно дает человеку радость. Ра это солнце дасть дарить. Это древнее слово. Радость дарить солнце. Радоваться дарить солнце другому человеку. Ты обрадовался вам, допустим, я передаю солнце. Энергии солнца передаю. Дальше солнце дает человеку иммунитет сильный, побеждаются болезни, солнце побеждает болезни. Вот допустим рак в организме, не хватает энергии солнца человеку, инфекция не хватает энергии солнца. Но понимаете, вы скажете, да солнце вообще оно как вредно для здоровья. Понимаете, если человек находится в негативизме, он негативно настроен и выходит на солнце, это солнце вызовет в нем проблемы. Почему? Потому что он неправильно настроен. Чтобы от солнца получить здоровье, надо радоваться. То есть ты отдаешь другим энергию солнца, а оно входит в тебя. Отдаешь и входит в тебя. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. То есть энергия счастья входит в тебя, если ты ее отдаешь. Если человек никому счастья не отдаёт, то тогда в него счастье не входит, потому что у нас организм или бывает замкнутой системой, или открытой. Когда он открытой системой, счастье начинает двигаться. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись другим, мы желаем счастья вам. То есть правильная система, правильная работа организма называется истинный эгоизм.